Стратегию развития страны обсуждают в Москве на полях Гайдаровского форума. В его работе принял участие и глава ЧУАШИ. В повестке «Экономическая политика регионов». С подробностями Дмитрий Ковалев. Участники форума, названного в честь политика реформатора Егора Гайдара, обсуждают тенденции развития страны. Вызовы нового десятилетия – одна из ключевых тем дискуссии экспертов. В эти дни Россия делает первые шаги на пути к переменам. Посылы властям прозвучали в послании президента. Среди актуальных тем – развитие малого и среднего бизнеса. Президент учел интересы предпринимателей. В ближайшие шесть лет налоговые условия для субъектов МСП останутся неизменными. Необходимо ускорить и принятие законопроектов о защите капиталовложений. Михаил Игнатьев отметил, что решения главы государства отразятся на инвестиционном климате регионов. Поэтому все те возможности или окно возможностей сегодня предприниматели стараются использовать. И по факту это получается. Поэтому нам надо адаптироваться в этой конкурентной среде. По прошлому году, по этому году не менее 500 миллионов долларов мы продаем на экспорт. Касаясь сельского хозяйства, организации агропромышленного комплекса «Первые» мы по прошлому году, в 2019 году вышли на экспорт продукции сельского хозяйства и продукции переработки 25 миллионов долларов. На дискуссионных площадках форума обсуждают и прозвучавшие накануне решения президента. В ближайшее время будет сформирован новый состав правительства. В интервью журналистов Михаил Игнатьев отметил, что между федеральным центром и республикой выстроен конструктивный диалог. Ведется масштабная работа по реализации национальных проектов. И уже сегодня президент России подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьера. Президент, имея на это конституционное право, принимает соответствующие решения. Мы региональные власти тоже такие решения принимаем. Поэтому новые вызовы, новые, как бы сказать, изменения заставляют кое-какие структурные преобразования проводить. Но вот правительство Российской Федерации мы ждем делового эффективного взаимодействия. Мы привлекали инвестиции со федерального центра и будем привлекать. Мы, правительцы вместе, занимаемся повышением качества жизни и реализацией мероприятий национального проекта. Люди уже почувствовали, понятно, это на первом этапе. В дальнейшем надо, привлекая инвестиции, создать еще наиболее благоприятную среду. Среди ключевых тем Гайдаровского форума – интеграция России в мировую экономику. Объемы экспорта предприятий продолжают расти. Но открытым остается вопрос взаимодействия с Евросоюзом. В перспективе странам необходимо наращивать товарооборот, считает экс-президент Франции Николай Саркази. Для меня всегда каждый приезд в Россию – это счастье. Европе Россия нужна. А России нужна Европа. Наша судьба взаимосвязана. Те, кто этого не понимают, те вообще ничего не понимают в географии и в истории. Современный экономический рост в значительной мере связан с ростом численности населения. Россия, отмечают эксперты, становится все более привлекательной для зарубежного бизнеса. В стране формируют благоприятный инвестиционный климат. Обсуждали сегодня как раз глобальную экономику, какие тенденции к глобальной экономике, что мешает развитию, вообще как соотносятся экономики развитых развивающихся стран. Потому что сегодня тоже подчеркивали, что экономика развивающихся стран увеличивается, а институты, которые сегодня работают, будь то ВТО, Международный валютный фонд, не хочет учитывать увеличивающиеся влияния стран с развивающимися экономиками. Доклады, озвученные экспертами, лягут в основу стратегии развития страны на ближайшие годы. Глава республики провел в Москве ряд деловых переговоров с губернаторами регионов и потенциальными инвесторами. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика из Москвы.